Всем привет! Мне сегодня вручили на почте две посылочки. До этого поступало только одно смс-уведомление. Но ура! Две целых посылки мне вручили. Сейчас мы будем их с вами распаковывать и смотреть, что внутри. К сожалению, крепление для телефона я так и не нашла. Поэтому снимаю опять с рук. И нормально ничего не показать, только одной рукой. Я заранее разрезала пакеты. И сейчас будем смотреть, что же здесь такое мне пришло. Я сама еще не смотрела, но здесь, по-моему, новогоднее украшение. Отправлено было 16 ноября. Данная посылка была отправлена. А сегодня у нас уже... Тарам-тарам-тарам! Сегодня у нас 23 декабря. Белые звездочки. Классные. Это, ну, как понятно, это просто игрушечки на елочку. Они такие еще, получается, с имитацией снега. И стоили они совсем ничего, можно сказать. Очень дешево на Алиэкспресс. Но я ради эксперимента заказала. Честно говоря, это такая не совсем нужная вещь. У нас мало на елочке игрушек. И я все никак не могу выделить время, чтобы сходить и купить. Еще дополнительно мне нравятся, в принципе, красные, золотые, белые игрушки на елке. Примерно в таких цветах я и хотела. Они совсем легкие, из пенопласта. И такая, видимо, обработка такая сделана, что этот пенопласт такой с крошечкой как будто смотрится. Ну, и разноцветные звездочки. Я не знаю даже, как прицеплена эта веревочка. И как она продержится, наверное, на клее. А может быть, просто ее туда вогнали как-то. Посмотрим, сколько она продержится. Но я думаю, постоит аккуратненько до Нового года, если у нас Кузя не растреплет. Или кто-нибудь еще, какой-нибудь малыш. И вторая интересненькая посылка. Она шла тоже примерно месяц. Может быть, чуть больше месяца. Я уже знаю, что здесь есть. Это кольцо. Кольцо для селфи. Вот такая лампочка. Очень интересно на нее посмотреть, как она будет действовать. Но, к сожалению, на телефоне я вам ее показать не смогу, потому что на телефон я сейчас произвожу съемку видео. Давайте распакуем, посмотрим, что там внутри. Я выбирала белого цвета лампу. Далее она упакована вот так. Так, здесь какая-то липкая пленка сверху. Распаковываем ее, распаковываем. Вот такое вот колечко. Просто зажимчик на телефон. В принципе, наверное, на любой телефон она подойдет. Хопа! Вот она подходит. Так, здесь слот есть для батарейки. Батарейки, наверное, нет в комплекте. Кто-то пришел мне закрывать солнце. Батарейки нужны... Я не понимаю, это ААА, что ли? Мизинчиковые, по-моему, или пальчиковые. Сейчас посмотрю, если пальчиковые подойдут, то мы посмотрим прямо сейчас, как все будет выглядеть. Короче, для этого чудо-техники нужны мизинчиковые батарейки. Я их пока не нашла. У меня они тоже где-то были. Сейчас найду и сниму для вас. В конце видео вставлю, что же происходит, когда вставим батарейки. Вроде бы ничего так даже выглядит. Эта штучка нормальна. Надеюсь, не сломается при первом же использовании. Ссылочку на нее оставлю. Стоила она, по-моему, в районе 300-300 с чем-то рублей. Так что недорого. А эти вообще дешевые. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем пока-пока. Увидимся очень скоро. Ваша любовь. С наступающими праздниками. Ну вот, на елочку, короче, я повесила. Они, правда, за нашу искусственную ель цепляются за самый-самый крайчик. Вот, смотрите, висят. Повыше в основном я повесила, чтобы их не слопал у меня кот. Плохо видно? Ну, такие вот белые звездочки нормально повесила. Елку у меня украшали дети, поэтому как бы единого... Тут батарейки от гирлянды висят. Поэтому единого какого-то стиля у нас нет. У нас навешано просто все, что есть. Игрушки, гирлянды электрические. Вот эти вот бусы разноцветные. Такая гирлянда тоже здесь висит. И теперь еще эти белые звездочки. Еще есть вот такой вот олень прикольный. Сейчас покажу. Вот. Мне вообще китайцы прислали тогда в подарок. Мне он очень нравится. Он просто стоит у нас тут на елочке. Переплетенный проводами зелеными. Я наконец-то нашла какие-то маленькие батарейки. Старинные, престаринные. Не прошло и три дня, или четыре, собственно говоря. Но я теперь не знаю, как работает. Здесь вот есть какая-то кнопочка. Типа play, не play, не знаю. Наверное, ее нужно нажимать, чтобы их включить. Но, к сожалению, у меня чуть ничего не включается. Возможно, что это батарейки плохие. Посмотрите, даже все светодиоды видны. Но они не горят. У меня еще есть две точно такие же. Сейчас попробую поменять их на те. А, еще есть старинный русский способ. Нужно поколотить батарейки друг от друга. Так, что у нас здесь в описании? Вот то, что тут написано. Ничего не написано, как его включать. Значит, тут, в принципе, особо ничего умного нет. Нужно попробовать тогда поменять батарейки. Наверное, мои батарейки просто уже давно сдохли. Хотя это, наверное, типа аккумуляторы. Они такие какие-то странненькие, зелененькие, без особых рекламных надписей. Может быть, даже какие-то китайские. Поэтому, ладно, зайду как-нибудь в магазин, куплю батарейки и тогда покажу вам. Я, кстати, посмотрела тут на картинке. Думаю, вообще крутая должна быть эта вещь. Здесь написано, что три уровня яркости. И здорово, я даже думаю, что можно в темноте видео будет снимать. Но не совсем в темноте. Но если какой-то уже, допустим, вечер, а сейчас вечер уже часа в четыре начинается, то можно будет снимать все равно видео, и будет хорошо видно все. Может быть. Короче, надо две батарейки. Маленьких при маленьких. Наконец-то я нашла батареечки к этому чудо-аппарату. И сейчас покажу вам. Как раз сижу в темноте. Думаю, от этого будет лучше видно. Две батарейки, мизинчиковые. ААА размер называется. Здесь, смотрите, три степени яркости освещения. Сверху есть маленькая кнопочка, на которую нужно нажимать. Нажимаете один раз. Можно нажать еще второй раз. И третий раз. Самая яркая лампочка. Не знаю, сейчас еще. Давайте попробуем в другом месте. Может быть, здесь плохо видно. Перешли на наш любимый подоконник. Чтобы не на белом фоне. Сейчас я вам еще раз включу. Один раз. Так прикольно горят светодиодики. Не видно отдельно каждого светодиода на видео. А мне видно. Второй раз и третий раз. То есть, три степени яркости. Причем, горят все светодиоды. В любом случае, просто как-то, когда нажимаешь второй и третий раз, это прибавляет им яркости. Хопа, хопа, хопа. И да, конечно, в темноте получаются фотографии посветлее, поярче, почетче. Все, наконец-то я сняла это. Можно монтировать видео и выкладывать его. Надеюсь, что оно вам понравится. Большое спасибо всем за просмотр. И пока-пока, до новых встреч, ваша любовь!